привет ребята это алена в этом видео мы поговорим про токсичные почки и как можно понять что у вас действительно проблемы с почками и что убивает почки соответственно вот эта история очень очень сильно важно зачем нам почки соответственно почки один из важнейших тоже фильтров и они нужны в основном они фильтруют кровь избавляют нас от токсинов помогает в усвоении полезных веществ и соответственно чем хуже фильтрирующая функция почек тем больше нутриентов вы теряете и симптомы с почками часто не связывают с другими заболеваниями и бывает это запах аммиака изо рта бывает это высокое давление изнеможение усталость белок в моче очень кислая моча нехватка инсулина дефицит витамина d и соответственно основные причины это сахарный диабет гипертония поликистоз почек и соответственно другие другие проблемы что нужно делать для почек чтобы они восстанавливались во первых это сельдерей отличное средство которое помогает рыба морепродукты мясо только органическое травяного от корма классно работает спаржа и листовая зелень то есть на повседневной основе это можно включать прям такие в здоровую жизнь но не нужно кушать много белка почему если почки повреждены будет тоже проблема с белком и соответственно здесь нужно кушать достаточно количество белка если вы хотите избежать проблем с почками то важно повысить качество именно качество употребляемых продуктов но не количество если пища удобрена пестицидами гербицидами фастфудом содержит много большое количество углеводов это повреждает почки так и также это приводит к высокому уровню аксалатов аксалаты соединяются с кальцием превращаются в аксалатные камни и соответственно к таким продуктам относится шпинат всеми любимый миндаль киви свекольная ботва бобовые и зерновые если у вас проблемы с почками эти продукты вам кушать нельзя то есть вот этот весь миндаль который так рекомендуют миндальная мука миндальное молочко если проблемы с почками забудьте об этом избегаете правда избегайте говорю вам потому что это мелочь но она важна жидкость нужно пить и соответственно не менее двух с половиной литра в день это предотвратит концентрацию аксалатов и формирование камней в почках соответственно поможет вам хотя бы на физическом уровне ну а если говорим про ментальный уровень если плохо работают почки то организм себя чувствует постоянно в изнемождении и хочется с этим справляться постарайтесь помогать себе физически и если вам интересно пишите вопросы